АПЛОДИСМЕНТЫ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ, СТРОЙСЯ! Становись! Равняйсь! Смирно! Равнение налево! Товарищ комиссар государственной безопасности! Оперативная группа по вашему приказанию построена! Товарищи солдаты и офицеры! На нашей территории произошло преступление, организованное агентами вражеской разведки. Я обращаюсь к вам не только с приказом, но и с просьбой. Будьте предельно внимательны! Особое внимание обратите на солдат и офицеров, прибывшие в город по временным командировочным удостоверениям! Враги нашли у нас брешь и бьют без жалости! Гибнут наши товарищи! Вы уж не подведите! Не можем мы их оставить на свободе! Они нам тут полгорода разнесут! Будьте осторожны! Противник хорошо подготовлен и смертельно опасен! Вопросы есть? Тогда по машинам! По машинам! Сгружаемся, ребята! Живее, ребята, живее! По машинам! Капитан Галимов! Иди в эту машину! Что ты там стоишь? Что случилось, товарищ генерал? Мне пора выезжать. Диверсант вчерашний очнулся. Надо срочно его допросить. Есть. Тебя майор тоже касается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мое настоящее имя Стрельников Владимир Иванович. Имена остальных членов группы я не знаю. Ну, только те условные, которыми пользовались в разведшколе. Место расположения группы указать сможешь? Да, адрес я напишу, но, боюсь, их там уже нет. Старшая группа Савельянов, опытный разведчик. Должна быть запасная явочная квартира. Не знаю. У нас был ограниченный доступ к информации. Цели и задачи вашей группы? Сбор данных, организация диверсий на стратегических объектах. Каких объектах? Не знаю, только Савельянов знал. Савельянов, Савельянов заладил. Дай тебе под трибунал. Тогда у тебя память заработает. Товарищ майор. Когда был завербован? 22 июля 1944 года. Я сначала хотел бежать из лагеря, но потом понял, что сил не хватит вернуться к своим. Твои свои сейчас диверсию готовят. А у нас четыре трупа. Давай сюда свой каракуль. Это члены группы и начальник лагеря. Штурбанфюрер Вальд. Неплохо рисуешь. Товарищ комиссар, взгляните. Такого Рафаэля грех под расстрел. Пусть отрабатывает. А что ты знаешь об этом Вальде? Хорошо владеет русским языком. Организаторские способности на высоком уровне. В школе нас учили методом стратегического мышления, тактике поведения в тылу противника, даже психологии. Отрабатывали рукопашный бой, стрельбу, прыжки с парашютом, методы взрыва спецобъектов. В общем, по полной программе. Спасибо, ты нам очень помог. Товарищ комиссар, вы можете меня расстрелять. Я не собирался работать на немцев и постараюсь это доказать. А главное, главное я уже сделал. Я здесь, на своей земле. Особисты точно шум поднимут. Даже если Зайцев без сознания. А может его дружка Беляева сразу списать, а? Они же два сапога. Тебе же попострелять. Проверить его надо, нас так мало осталось. Не было бы ка пахать, взяли петуха, так что ли? А я бы его в два счета расколол. Завалит он все дело, козел. Каша готова, товарищи. Ходим кушать. Сейчас подойдем. Госпиталь. Здание старое, проверить бы надо самим, что там да как, прежде чем на рожон лезть. Да солдатик этот два месяца там ошивался. Каждый уголок знает. Два дня назад к складу подогнали грузовики. Десять штук. Всех ходячих запрягли на разгрузку. А в коробках лекарство для фронта. Зуб даю, все верно. Ты зубы да побереги, пригодятся еще. С базой свяжемся. Спросим их мнений на этот счет. Перевалочный груз. Больше двух-трех дней держать не будут. Госпиталь. Госпиталь. Феликс Тополю. Позывные Снег-Снег. По оперативным данным, в городском госпитале ожидает отправки на фронт крупный груз медикаментов. Ждем подтверждения по уничтожению груза. Феликс. Убийца не знал, что мне рассказал Галецкий. О допросах знали только Разгин, Паршин, начальник караула и часовые. Меня забыл. Хорошо. Включаю и вас. Галецкого убрали прямо у нас под носом. Видно, кто-то не хотел, чтобы им в Москве занялись. И этот кто-то среди личного состава управления. Уж больно ловко сработано со знанием местности. Саша, умная птица. Позади всех летает. Ты их с тыла прощупа, а мы здесь будем крота искать. Вот личные дела бойцов взвода охраны моста. Давай займись. Тополь Феликсу. Позывные «Ветер, ветер». Объект подлежит уничтожению. Через час выступаем. Придем, подготовишь взрывчатку и детонатор. Хорошо. Взрывчатку ей отдай. Встречаемся около склада. Вперед. Осторожней, а то такая красота и никому не достанется. Склад там. Где ж ты тебя так угораздил рядовой? Кузьминок Даниил Викторович. 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 В футбол играл? В футбол играл. Ой, как дети. Война, а у вас футбол на уме. Слава Богу, удар покасательный пришелся. А так что перелом головой надо думать, а не развлекаться. Да ладно. После наряда в свободное время имеем право. Имеем право, имеем право. Значит так, я тебе повязку накладывать не буду. Травма не опасная. У меня все палаты ранеными переполнены, а ты со своим футболом. Значит так, свободен солдат. Бумажечки давай. Давай, давай. Ты, ты чего солдат? Мне твоя повязка до одного места. Мне спирт нужен. Отведешь к складу и свободен. У меня ключа нет. А у склада часовой. Ты и глотка не сделаешь. Тебя арестуют. Я с ним сам договариваюсь. А с тобой он ко мне больше доверия проявит. Только учти, дернешься и ты труп. Веди себя так, как будто ничего не происходит. Понял? Пошел. Давай, давай. Фамилия и звание начальника охраны. Капитан Зуев. Скажешь, чтоб позвал его. Стоять! Здравия желаю, товарищ капитан медицинской службы. Какими путями к нам? Боец, кликни нам у капитана Зуева. А зачем он вам? Наша часть в золотом бару стоит. Трое дизентерии заболели. Лекарства нужны. А накладная есть? Боец, ты не слышал. Зуева зови. Понял. Вы тут постойте пока, хорошо? Руки! Ты че, сдурел? Ты ж на своих направляешь. Убери и стрельнешь ненарок. Руки, я сказал! Нет у нас никакого капитана Зуева. Товарищ капитан, идите! Восьминог, замок. Сейчас. Взяли. Кузьминог, с метопкой у входа. Понял. Два заряда под несущие стены. Мощность максимальная. Что? Что вы делаете? Послушайте, нельзя. Здесь же медикаменты для фронта. А там, за стеной, там, там же раненые. Беляев. Да. Топ-заряд. Вот под ту стену. Нет, вы, вы не посмеете. Послушайте, я, я, я буду кричать. Нас услышат. Вы, вы же наши, вы же русские люди. Держи. Помогите. Помоги! Давайте быстрее. Быстрее. А ведь задумали они что-то серьезное, если такой явный засвет пошел. Убийство во взводе охраны моста. Убийство у нас в управлении. На твоей оперативной памяти что-нибудь подобное случалось? Не припомню. Вот и я о том же. Ниточки, конечно, есть, но… Как их в один узелок-то завязать? Знаешь, что я думаю? Я поеду, посижу денек-другой в этом взводе охраны моста. Сам хочу все прощупать. Всю подноготную, а ты оставайся здесь. Понятно. Докладывать немедленно обо всех происшествиях. Молодец. Понимаешь с полуслова. Что? Что это? Давай-ка к машине. И побыстрее. Где второй взрыв? Почему второй склад не взорвали? Валить надо. Повяжут нас здесь. Тихо. Что-то случилось. Жди здесь. Не дай Бог. Из-под земли достану. Да, ну. Раненых уводи! Быстрее давай! Что случилось? Опусти пистолет! Это диверсантка. Это она склад взорвала. Не стреляйте, она нужна живой. Здесь еще двое, слышите? Еще двое! Ты жива? Не ранена? Зачем ты вернулся? Давай, уходим. Уходим! Быстро! Пистолет! Пистолет! Да, неожиданно. Среди бела дня. У него мечта была искупить свою вину перед Родиной. Так и получилось. Неизвестно, почему твой дружок здесь убитый лежит. Они готовят новую диверсию. Увести. Один в сердце, второй в голову. Ни одного лишнего выстрела. Профессионал. Но второй склад взорвать не успели. Да. И ни одного свидетеля. Да уж дела. Разгин, почему не усилена охрана госпиталя? Госпиталь нами не рассматривался. У нас в приоритетах другие стратегические объекты. Я дал команду усилить все объекты, которые могут привлечь внимание диверсантов. А в госпитале находятся наши бойцы. Это не влияет на фронтовое положение. А на мозги твои это влияет? Пока ты будешь укреплять свои стратегические объекты, диверсанты нас со всех сторон как блохи искусают. Но я не могу разорваться. У меня и так людей не хватает. Здесь погибло четыре человека. Я считаю, это допустимые потери. Могло быть хуже. Вот этого я и опасаюсь. Будь добрый, делай все с умом. Перед штаба фронта мне отвечать. Есть. Галимов! Саша, почему не сработало взрывное устройство на втором складе? Детонаторы взрывчаткой находились в разных местах. Это с пули в голове. Ну, может, благодаря ему и не сработало? Тела увезем в управление на экспертизу. Результаты будут завтра. Уносите! Чайком побалуйся. Согрейся. Прохладно чего-то. Лучше повозку запряги. Так, щас. Дело с гроблей-то и запряжу. Опять баба снялась. Как будто какой-то пустой город, а я один. Захожу в дом, а там на кровати баба лежит. Ну, думаю, щас оторвусь. Только ремень расстегнул. Проснулся. Представляешь? Целая баба. И ничья. Обидно. Куды ничь, туды и сон. Шо во сне найдеш, то на его потеряеш. А фантазии твои больные в твою голову лезут. Потому что психология твоя больная, негарная. Смотреть на женщин с вожделением — это большой грех. Большой грех. Ох, знаток. Вычитал где-нибудь и думаешь, рожа умнее стала. Не психология, а психика. Учиться тебе надо, старый пень. А тебе доктор надо, чтоб мозгею правил, а то дюжи разумный. Ты лучше дровишек подкинь, дед. А то мы с твоей экономией ревматизм схватим. Че сидим? Поехали. Так у меня все готово, это… А че за маскарад? Куда в такую рань? На рынок. В городе тебе появляться опасно. Пока весочку от гухаря не получим. Там легче будет. Я еду. Сиди здесь. К обеду вернемся. Ну вот, короче, она выходит. Все на нее смотрят, естественно, ждут. А никто ж не понимает, там, фельдшер она или там, медсестра, может, какая-нибудь там, печальон. Ну, мы, в общем, и это… Ну, глянь. Кость, ты че? Ничего. Лицо знакомое видел. Все, пойдем быстрее. Да успеем. Да давай, на дежурство пора. Здравствуй. На стола выглядишь. Весь день с бумажками копаюсь. Ты не поверишь, голова кругом идет. А я тебе еще подкину. Результаты экспертизы, как ты просил. Спасибо. Прическу новую сделала. По случаю ехала мимо парикмахерской. Люба-Люба, а че это ты так засмущалась? Я прям тебя не узнаю. А где же железная выдержка, волевой характер? Я все-таки женщина. Хотя и в форме. А ты мог бы и промолчать. Обязательно вставлять едкое слово в день рождения? В день рождения? Поздравляю. Я от всей души поздравляю. Подарка, правда, нет, но в перспективе обещают. Так что ты мне напомни, чтобы я не забыл. До такой помощницы можно только мечтать. И красивая, и умная. Я рада, что ты меня ценишь. Но день рождения у тебя. Забыл? А мне комиссар напомнил. Он тебя тоже поздравляет. И да вот, Марьяна передала. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Холодноват еще сегодня. Не замерз? Нормально. Угу. И покупателей нет. Не базар, а не мавроших людей. Скоро с такой жизнью все на башню полезем. Какую еще башню? Вавилонскую. Откуда же ты такие познания? Библию читал. А ты что, старик, Богу верил? Не. Орешный, а не верующий. Товарищ офицер, универсальная крысоловка-мышеловка. Сводишь бружинку и готова убийственная машина. Что, отец, смек у тебя? О, здравия желаю, товарищ офицер. Так недорого. Если два горшечки, так почти задармо. А какой? А? Рычичный. Рычичный, товарищ офицер. А? Подойдет, только у меня денег нет. Могу предложить обмен. Ну, чачка, конечно, интересная, но купить мы всерьез ее не можем. По рукам собирайте мед. Вот. Спасибо. Это… Ты че, это мое добро задармо? За какую-то чашечку? Заткнись. Вещи собирай и давай в телегу. Понял. Отец ваш, значит, в Польше, а вы здесь? То… То раньше Польша была, а теперь Советский Союз. Что он там делает-то в этой Польше? А я сведки знаю. Працюе. Я его четыре роки не бачу. Ой, Гусенюк, Гусенюк, интересный вы человек. Вы мне объясните, как вы с такой биографией оказались в спецзводе? Ведь по-хорошему вам для того, чтобы на кухне служить, нужны отличные связи, а вы во взводе охраны. Как это? Ну, видно, подошел раз взял, и я честно служу. А, Гусенюк, так не бывает. Может, это потому, что ваш брат – начальник столовой в дивизии штаба. Смастерил вам местечко на КПП, там уютно, тепло и не стреляют, правильно? Вам щось від мене треба, товаришу капитана? Во, це деловой разговор. Солдат часто выпускаете за территорию без пропуска? Ни разу. Ни разу. Пишите, кто, когда, сколько раз покидал территорию взвода без пропуска за последние две недели. Я вам правду сказал? Хорошо. Тогда пишите объяснительную, почему вы в анкете указали ложные данные. На самом деле ваш отец раскулачен в тридцать третьем году и находится на поселении в Казахстане. А як ви докажете? Я доказывать ничего не буду. Будут доказывать офицеры из политотдела. Я думаю вашему братцу ой как не поздоровится. Я доступно объяснил, что мне от вас нужно. Угу. Прошу. Патруль. Давай туда. Граждане. Да, вы двое. Сюда подойдите. Здравия желаю, товарищ начальник. Лейтенант Козлов, ваши документы. Документы? Так и пожалуйста. Мы люди местные, нас тут каждая собака знает. Реши на базарчик поторговать. Разрешение на торговлю есть? Да какое разрешение. Шило да мыло меняем, мед продаем, а хлеб покупаем. Гражданин, ваши документы. А, это? Так это мой племянник. Это двин раненый, это кутуженный. Так он болел на голову, это самое. И опять же, ранение вот гнобу. Справка о ранении есть? Справка? Так справка есть. Только дом… Негоден. Он негоден в военной службе, товарищ начальник. Значит так, товарищи, вам надо пройти с нами в комендатуру. Да, товарищ начальник, отдайте документы. Рассковоры. Давай, давай, вперед, я сказал. Давай, вперед. Куда вы меня тянете? Это вас нам до дома надо. Проходим. Проходим, гражданин. Товарищ лейтенант, вроде он. Да кто его знает, вроде он, а может и нет. В комендатуре разберемся. Назад! Назад! Ну-ка, тихо, тихо! Давай, взяли, где? Товарищ майор, нападение на бандру на городском рынке. Что? Возможно, диверсанты. Двоих наших уложили за секунду буквально. Я просила свидетелей. Один из них утверждает, что узнал второго нападавшего. Это Дмитрий Сливко. Живет на хуторе, недалеко от города. Нужно срочно ехать туда. Товарищ майор, я не знаю, что за свидетели, что им там померещилось. Но я считаю, преступники скрываются где-то в городе. Дежурный. Дежурный, ты там спишь, что ли? Срочно! Оперативный отряд на выезд. Едем на хутор. Дежурный отряд на выезд. Дежурный отряд на выезд. Дежурный отряд на выезд. Лейтенант, команда. Есть. Рассредоточиться. Паршин, возьми пару бойцов, зайди с фланга. Понял, товарищ майор. Сычок, Петров, за мной. Сабись ты. Как? Откуда? Мы же проверяли хвост. Не знаю. Надо уходить. Пиздно. Тельки дулись утроботекать. Так, давай к ним. К ним давай, задержи их. Ага. Ну, держись. Хозяин! Хозяин! Что надо, товарищ офицер? Проверка документов. Так переверяйте себе на здоровье, а у меня нема никого. Никого немая. Значит, ты и ты. Товарищ майор. Что? Не советую. Здесь Липинская. Командую я. Ты и ты. Вперед. Наташ, стой. Давай с Кузьминком через окошко влез. Я их отвлеку. Это приказ. Нет. А водички попить. А водички попить. Липинская. Огонь! Огонь! Слушай мою команду. Огонь! Снимем дома. Давай стреляй! Кто встал? Смотри! Ну, что, товарищ офицер, встретимся в аду? Товарищ капитан, глядите, прям сюда бегут. Разрешите открыть огонь, товарищ капитан. Нет, отставить. Так уйдут ведь, товарищ капитан. Будем рад живьем без команды не стрелять. Товарищ капитан, ну что? Тихо! Решать не дергаться! Я! Сюда! Вы что, товарищ капитан? У меня в руку. Отставить. Где Сливко? Убили. Уходим, уходим! А этот? Уходим! Уже год во взводе. Так точно. А до этого был в плену, бежал, воевал в партизанском отряде. Отличные отзывы командира. Вместе с отрядом вступил в ряды действующей армии. Из-за контузии получил направление во взвод охраны моста. Богатая биография для такого молодого человека. Так уж сложилось. Родственники в городе есть? Нет. А что? Слишком часто без пропуска за территорию бегаешь. Что вы имеете в виду? Я все оформляю, как положено. Можете узнать. А ты не беспокойся, я и так все знаю. За месяц три выхода без увольнительной за территорию. Поэтому я и спросил про родственников. Товарищ капитан, просто у меня девушка в городе. Приходится иногда бегать. Вот. Сильно окажут. Адресок девушки подбросишь? Товарищ капитан, невеста. Рискуешь остаться без семьи при такой дисциплине? В самоволке больше не ходить. Есть, не буду. Разрешите идти? Идите. Есть. 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 А что у нас здесь? Тут такое брюхо, что ни одна пуля не прошибет. Тем более под сковородкой. Сковородкой? Умно. Значит так, боец. Срочно. Взять кого-то в помощь, его в грузовик и в управление. Пусть окажут медицинскую помощь. Он мне нужен, живой. Ясно? Есть. Ну а мы что ходим? Что мы ходим? Срочный обыск. Все. Сверху донизу проверить. Бумаги, оружие. Все, что необходимо для расследования. Так. Поносовали тут. Товарищ майор. Что? Есть. Да. Вот это мы и искали. Молодец, старшина. Значит так, забирай грузовик и дуй в управление. Есть. Только аккуратно. С меня на сегодня сюрпризов хватит. Ну что, младший лейтенант, вот и справились мы. Без вашего Галимова. Взрывчатки нет, нет диверсии. Гидра обезглавлена. А ваших гавриков не сегодня, а завтра. Мы поймаем. Эти гаврики шестерых наших уложили. А сами ушли без потерь. Без потерь? А как же диверсант, которого только что унесли? Агент с явкой, мелочь. Он вам ничего дельного не скажет. Липинская, что же вы со мной играете в сицилианскую защиту? Скажите просто, завидуете нашему отделу. Привыкайте. Не только вы с Галимовым, у нас герои. Привыкайте. Да уж как-нибудь переживу. Так, где Парша? Срочно найдите мне Парша. Осторожно, осторожно. Внимательней неси. Внимательней. Где диверсанты? Ушли, товарищ майор. Как? Ушли. Двоих наших подожили. Меня вот в руку задели. Жаль ребят. Ну и как? Как рука? Жить буду. Оказать медицинскую помощь капитану. Ну что вы там? По машинам. Это я. Откройте. Что-то случилось? Нет, ничего. Войти можно? Можно. Проходите. Только я не один. Вы лампу уберите, чтоб соседи не видели. Чай. Кто вас так учил гостей-то встречать? Не те жратвы, не те развлечений. Опа. Веселые картинки. Нет картинки. Ты смотри. Да тут бабы какие расфуфыренные. Вот это хорошее. Смотри, это с носом. Самый сок. Любишь баб? Я тоже. Это не бабы. Это моя бабушка. А? Бабушка. Ну ты пацан силен заливать бабушка. Была бы у тебя такая бабушка, сидел бы ты здесь. Я скоро уеду отсюда. Куда ты уедешь отсюда? Куда надо. Что тут у вас? Все в полном ажуре. Ну-ка, выйди. Пожалуйста. Тебя не узнать, так вырос. Простите, но я вас совсем не помню. Ты был тогда совсем маленький. Не понимаю, о чем вы. Я тебе все расскажу, только позже. Обещаю. Подружимся? Вы и Валерий постоянно говорите какими-то загадками. Давай помогу. Агент сообщает, что завтра из управления в Киев повезут секретные документы. Личные дела неблагонадежных из местного населения. Среди них есть бывшие немецкие информаторы, а также Зайцева собственной персоной. И что нам с ним делать? Наша задача — уничтожить личные дела и Зайцева. Взрывчатки у нас нет. К тайнику успеем? Надо постараться. Охраны будет три-четыре человека. Справимся. Мы должны выполнять их задания. Мы делаем то, о чем нас просят, и получаем, что хотим. Только тогда у нас есть шанс. А Юра, как мы объясним немцам его присутствие? Юра к ним не попадает. Ты погибаешь на задании. Для немцев. А на самом деле оказываешься в Кракове вместе с Юрой. Я подъеду чуть позже. Вальд обещал после успешного выполнения отпуск и документы. Оформляем опеку над Юрой. Его фамилия открывает нам двери в любое общество. Его деда помнят не только в Европе. А если Вальд обманет? Я не верю ни в чудеса, ни в приметы. И если, тоже стараюсь избегать. Мне кажется, что это все происходит не со мной. Как я устала от этой жизни. Помнишь, как в детстве? Тебя любят. И ты бесконечно счастлив. И вдруг ни дома, ни родителей. Ни России. Ни России. Ничего. Здравия желаю, товарищ капитан. Вольно. Как служба? Служу, ничего. Ты мне скажи, а как девчонку Волчика зовут? Та нема у него никакой девчины. Уверен? Да. Та он на базар ходил. Ему молоко треба для организма после контузии. То и мне трошки щось приносил. Но я грошей не брал. Ну, пайками немало. Если хочется. О нашем разговоре никому. Добрый, товарищ капитан. Шо я враг с убить? Марьяна, его нет, он уехал. Будет не скоро. Да что с тобой? Ничего, в порядке все. Так. Ну-ка зайди. Зайди. Снимай шинель и выкладывай. Вот вам. Выкладываю. Так. Здесь без ста грамм не разобраться. Да на кой черт мне такая любовь? Я же, дура, сердце свое открыла. Подарок дню рождения. Да пропади он пропадом, этот спирт. Садись. Ну что же я буду делать в другой дивизии? Мы же тут два года, все вместе, бок о бок. Как родные. Это же мой дом. Не переживай. Он тут ни при чем. А чего это ты так за него, а? Что же он сам ко мне не пришел, не сказал, мол, так и так, прости. Что ж ты думаешь, я бы не простила? Ладно. Давай выпьем и не увидимся более. Кто знал про спирт? Ты, Галимов. Вместе пойди и выдули. Кто еще? Кириллов. Он начальство. Зачем у меня подсиживать? Ну-ка посиди. Ты чего это задумала? Сиди. Куда ты? А вам я не смогу сделать укол. Вы женщина. Зато вы, товарищ военврач, не мужчина. В каком смысле? За что вы переводите Марьяну Ефимову в другую дивизию? В чем она виновата? В том, что она передала спирт для капитана Галимова? Поздравила человека с днем рождения? Вы же сами ей разрешили взять этот спирт. Я иду к комиссару и доложу ему о вашем самоуправстве. И будьте уверены, вам не поздоровится. Погодите, не горячитесь. Да как вам не стыдно? Девочка своими слезами обливает все стены у меня в кабинете, а вы? Присядьте. Присядьте, я вам сейчас все объясню. Это не я. Это разгин меня заставил. Я не смог отказаться. Побоялся. Сливко без сознания. Рана очень серьезная. А врач что говорит? Как обычно в таких случаях делаем все возможное. Обещают к вечеру привести в чувство. Ладно. Держи все под контролем. Очнется — допросишь. Есть, товарищ майор. Ты-то как сам? Да. Тебе бы денька два в медсанчасти отлежаться. Товарищ майор, поймаем диверсантов. Отлежусь. Молодец. О, обед. Пойдем-ка в столовую. Тем более тебе распорядок дня соблюдать надо. Товарищ майор, мне нужно с вами поговорить. Извини, милочка, у нас обед. Это срочно. Слушаю. Это личный разговор. Липинская, у нас, кажется, ничего личного с вами не было. Ладно, не обижайся. Через двадцать минут мы будем здесь. Можешь подождать в кабинете у капитана. Ты не против, Паршин? Я не против, товарищ майор. Вот и ладненько. Паршин? Я не против, товарищ майор. Уважаем. Ваше. Паршин. Ладно, не против. Ваше. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что ты тут рыскешь, Гадина? Что ты все вынюхиваешь? Твари предатели! Пусти! Стой! Стать оружие! Ты арестован! Если ты меня убьешь, тебя расстреляют, дура! А я тебя застал на месте преступления! И передай Кириллову, чтобы Сливко был готов к допросу! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...